МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Нападение без мотивов. В Махачкале содержали женщину, которая без видимых причин нападала на прохожих. Больничный в режиме онлайн. В России вступили в силу новые правила оформления больничных. Теперь листок нетрудоспособности. Можно оформить в электронном виде и дистанционно. Безопасности и новые рабочие места. В селе Корчак Сулейманстальского района открылась новая пожарная часть, которая отвечает всем современным требованиям. Махачкале содержали нападавшую на прохожих женщину. Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой девушка без видимых причин нападает на прохожих. По словам очевидцев, нападения совершались не только с ножом, но и с электрошокером. Передвигалась гражданка вблизи школ и детских садов и даже пыталась кого-то задушить. Выяснилось, что 37-летняя жительница Махачкалы страдает от психического расстройства. В Дагестане установили осенне-зимний антирекорд по ковидным больным. За этот период в республике их число впервые достигло такой высокой отметки. У 150 человек за последние сутки подтвердили диагноз коронавирусной инфекции. Общее количество всех больных ковидом в республике теперь превысило 20 тысяч. Также известно, что за последние сутки скончались два человека среди зараженных пациентов с подтвержденным диагнозом. В России вступили в силу новые правила оформления больничных. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде и дистанционно. По новым правилам в бумажном виде больничный лист можно будет получить при предъявлении удостоверяющего личность документа. А для получения листка нетрудоспособности в электронном виде также потребуется СНИЛС. Помимо этого, теперь больничный по уходу за ребенком не ограничен по срокам, однако оплачиваться будет не более 15 дней. В селе Корчак Суримонстальского района открылась новая пожарная часть. Она отвечает всем современным требованиям – просторные рабочие кабинеты и новая спасательная техника. Теперь жители района могут спокойно за свои жизни и безопасность имущества. В церемонии открытия приняли участие и начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казима Гамедов и наша съемочная бригада. Подробнее в сюжете Зумруд Гамедовой. Открытие пожарной части ждали многие, как огнеборцы, так и жители района. И вот торжественный момент настал. Двери новой пожарной части встречали своих первых гостей и сотрудников. Уважаемые друзья, сегодня в Суримонстальском районе происходит знаменательное событие – открытие пожарного депо, открытие пожарной части. Это не просто безопасность жителей этой долины, здесь проживает 5000 населения, но и соседнего района, Табасранского района могут воспользоваться. Это дополнительное и красивое архитектурное сооружение, которое будет украшать Корчак, село Корчак. Перед зданием новой пожарной части гостей встречали хлебом с солью, а затем с приветственной программой выступили участники хореографического ансамбля. Спасатели этой пожарной части будут защищать от огня 8 сельских поселений Суримонстальского и Табасранского районов. Там проживает более 10 тысяч человек и находятся социально значимые объекты – сельские дома, культура, больницы, школы и детские сады. Теперь время прибытия на пожар сократилось в разы. Хочу поздравить уважаемые коллеги наши уже вас, чтобы эта часть для вас была части тренировочной. Но если вдруг возникает беда, пожар, то вы должны прибыть и население этого района, этого Корчак с долиной, должно быть спокойно в том, что есть пожарная часть, которая пребудет в свое время, так и локализует, ликвидирует пожары в чрезвычайном счастье происшествия. Вам, коллеги, успех, удачи. Всех еще раз поздравляю с открытым новой части. Да и лак, что эта часть работала только на тренировке личного состава. Пожарная часть оснащена современной пожарной техникой и вооружением. Кроме того, теперь стабильную работу будут иметь 21 житель района. А уже после торжественной части состоялся первый тренировочный выезд пожарного караула. Затем гости совершили экскурсию по пожарной части, где осмотрели помещение и оценили материально-техническое оснащение. Зумруд Гамидова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Сулейманстальский район. В Дагестане собрали более 180 тысяч тонн фруктов. Об этом сообщает Минсельхозреспублики. Это на 7 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. Наилучшие результаты показали аграрии Хасавюртовского, Маграмкенского, Сулейманстальского и Ахтынского районов. На них приходится более 46% всего урожая. В ведомстве сообщили также, что в 2020 году проведена закладка садов на площади более 1000 гектар, из которых 731 интенсивного типа. Дагестанский хищник сильнее уральского халка. Наш земляк, боец ММА Магомед Исмаилов одержал очередную победу. Накануне на турнире Лиги ACA в Москве он встречался со спортсменом из Екатеринбурга Иваном Штырковым. Поединок полутяжеловеса возглавлял турнир и по праву оправдал все ожидания. Бойцы провели в клетке три бескомпромиссных раунда. Победителем единогласным судейским решением был признан Исмаилов. После боя 34-летний атлет попытался завершить спортивную карьеру, но его отговорили болельщики. Знаете, почему я положил эти перчатки туда? Вы будете скучать? Будете скучать, честно. Поэтому я не буду их там оставлять, раз вы будете скучать. Я не дам вам скучать! Ранее важные для себя победы одержали двое дагестанцев. Магомед Расул Гасанов одолел Артема Фролова и Муслим Магомедов взял верх над Маратом Гуговым. Теперь оба вошли в круг претендентов на участие в титульных боях. Магомед Шапи Сулейманов вновь отличился в российской премьер-лиге. Футболист Краснодара помог своей команде разгромить дома «Московский локомотив» со счетом 5-0. Воспитанник дагестанского футбола вышел на поле на 65-й минуте, а уже на 80-й забил 4-й гол своей команды. Игра состоялась в рамках 18-го тура российской премьер-лиги. Отметим, что Сулейманов в нынешнем сезоне премьер-лиги провел на поле 17 игр, в которых забил 3 мяча. Субтитры создавал DimaTorzok